Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Кефал Кефал отический герой, муж Прокриды и один из возлюбленных Эос Авроры Утренней Зарии. Его историю рассказывали еще Гесиот, но Овидий добавляет, что когда Аврора отпускала от себя Кефала, то заставляла Прокриду ревновать и следовать по пятам за мужем. Во время его охоты она подслушивает молитвы Кефала о нужном ему ветре и подозревает, что он разговаривает с Эос. Прокрида слишком близко подходит к охотнику и он убивает его своим копьем, незнающим промах. На этот сюжет написаны хорошо известные картины Пуссона и Клотта. Имена Кефала и Прокриды в искаженной форме появляются в песне Шекспира «Сон в летнюю ночь» из Википедии. Из Факиды Кефал переселился в Атику и женился на Прокриде дочери Эрихтея, афинского царя. В Атике они жили в Форике, одном из 12 древнейших государств Атики на юго-восточной оконечности ее. К северу-западу от Форика находился дом Кефали, имя которого, несомненно, имело связь с именем мифического царя Кефала. Он был прекрасным юношей и страстным охотником. В него полюбилась богиня Зари Эос и, похитив его, родила от него сына Фаэтон. По словам Павсания, все поэты передают историю убийства Кефалом Прокриды. А Виде даже дважды у Софокла была трагедия Прокрида, дошла первая строка, у Эвбула комедия Прокрида, у Филитера комедия Кефал. Кефал осужден Ариапагом и приговорен к вечному изгнанию. Согласно Видео, не был изгнан и плавал на Соломин за помощью в войне с Миносом. По мнению ученых 19 века, прекрасный охотник Кефал, которого похищает Заря, олицетворение звезд, гаснувших перед Зарей. Прокрида, то исчезающая, то вновь являющая их мужу, Луна. Ну вот так вкратце о Кефале, отеческом герое, муже Прокриды. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok